Всем привет! С вами снова Мельников Игорь, основатель и руководитель компании FishLeader. И сегодня я представляю новинку от WorldCraft 20-футовый Rebel с полной длиной 6,1 метра и шириной 2 метра 33 сантиметра. Это полностью цельносварной катер, выполненный по методу экструзионной сборки, то есть без видимых сварочных швов, со свободным носовым кокпитом, имеющим большие стоки слива и полуоткрытой кабиной. То есть сверху кабина имеет металлическую часть и шторки, которые возможно открыть при эксплуатации катера в летнее и теплое время. Корпус усилен боковой зиговкой, которая дает дополнительную жесткость и позволяет делать его более легким, чем корпус со стандартным набором. Также экструзионный боковой профиль является брызгоотпойником и придает дополнительную жесткость. Толщина металла на днище составляет практически 5 миллиметров, плюс мы видим варной мощный киль, который является двухстенным килем. То есть внутри этого киля, если можно просверлить отверстие, и вода не попадет внутрь, так как киль имеет две стенки. Катер имеет полноразмерное остекление кабины со сдвижными передними стеклами и полноразмерное ветровое стекло с откидывающей центральной частью. Сзади у нас установлен транспортировочный тент. На кормовой части мы видим выносной транец, который является полным продолжением днища. То есть по днищу катер составляет 6,7 метра. Откидную лесенку для спуска и подъема с необорудованного берега из воды. Ручку для подъема из воды. И новинку от Сузуки. 200-сильный облегченный мотор со штатным винтом из нержавеющей стали. По левому борту в кормовой части расположен варной алюминиевый транец для дополнительного мотора мощностью до 30 лошадиных сил. Здесь мы имеем систему клик-коннект, быстрого подсоединения топливной линии дополнительного мотора к основному топливному баку катера. Практически по всей длине корпуса архитектура днища выполнена по типу ласточкиного крыла. Такое решение придает катеру хорошую боковую остойчивость и хорошо держит его в поворотах. Здесь же мы видим вварное крепление для датчика эхолота. В варной алюминиевой платформе расположена силовая установка 200-ка от Сузуки. И эта платформа является продолжением корпуса днища внутри катера. Также с этой платформы удобно брать рыбу и, соответственно, купаться и плавать. Потому что здесь имеется варная ступенька, поручень-ручка и лесенка для подъема из воды. Справа и слева с боков лодки приварены два рыма для буксировки лыжника. Вварные рейлинги расположены по правому и левому борту совместно с вварными утками из алюминия. Панорамное остекление имеет удобные сдвижные боковые стекла, оборудованные наскитными сетками. В кормовой части расположен широкий транец, в котором находится садок-аэратор. Садок-аэратор емкостью порядка 140 литров имеет систему автоматической смены воды и постоянной аэрации. Это поможет сохранить ваш улов в течение нескольких суток, даже в жаркую погоду. Боковые полочки для размещения плесен, спиннингов и другого оборудования. Задний трансовый отсек имеет три отделения. В крайне левом отсеке расположен стартерный аккумулятор основного двигателя. Второй отсек технического обеспечения, где находятся помпы откачки воды из трюма, забор воды для системы мытья палубы и многофункциональный выключатель-переключатель массы. И третий отсек. Отсек-рундук для различного оборудования, вещей, кранцев или сюда можно поставить дополнительный аккумулятор. Заднюю часть кабины обрамляет опускающийся вниз ходовой тент. Опционно лодку можно добавить тентом, который будет закрывать полностью всю часть кокпита. Этот тент можно использовать с открытой дверцей, замотав центральную дверку и закрепив ее с помощью специальных комутов с кнопками. И так мы имеем свободный проход, защиту от ветра и непогоды. Также тент легко можно демонтировать, полностью отстегнув полную. Панель управления у Rebo выполнена в аскетичном и очень удобном, как у всех WorldCraft, читаемом стиле. По левой стороне находится прибор-указатель уровень топлива, ниже вольтметр, спидометр. С правой стороны легко читается тахометр и крайний справа – трим-индикатор. Из клавиш, выполненных в виде тумблеров, здесь расположена помпа откачки, навигационные и стояночные огни, горн-звуковой сигнал, розетка прикуривателя, включение помп аэрируемого садка, кнопка включения светодиодного освещения во всем катере и дворник стеклоочистителя. Руль имеет механизм регулировки наклона. Справа установлена машинка газ-реверс основного двигателя Suzuki, подстаканник, клапан доливки гидравлические жидкости в гидроусилитель и Raymarine Dragonfly с 7-дюймовым дисплеем. Это универсальный прибор, сочетающий в себе карт-плоттер и эхолот с функцией Down Vision. Лодка оснащена полностью варной порционной крышей, которая имеет удобные поручни по обеим сторонам. Всегда можно за что-то схватиться. Даже полочки-рундуки выполнены в виде поручней. Полочки удобные, имеют полную подсветку. Сюда можно сложить различные мелочи и рыболовное оборудование. Передняя часть крыши выстегивается, и в жаркую погоду мы получаем практически открытый катер, имеющий лишь небольшую металлическую переборку, на которой, кстати, можно расположить различные оборудования, фароискатель, спиннингодержатели, дополнительные поручни, рейлинги. И эта крыша является основой-держателем для сдвижных панорамных стеклов. Крыша покрыта изнутри ковролином, что не дает ей отпотевать при перепадах температур. Например, поздней осенью или ранней весной. Справа и слева по бортам расположены сидения длиной метр сорок. Спинки сидений легко снимаются, и мы можем превратить этот блок сидений в кровать длиной 2,20 на метр сорок, где могут расположиться два человека. Также один человек может ночевать в этой части на полу. Пол выполнен из морской фанеры, сам по себе является теплым, и на коврике в спальнике можно отлично здесь ночевать. Рундук от всех для вещей и рундук-ступенька. Удобные фирменные сидения от WorldCraft с подлокотниками имеют механизм регулировки вперед-назад и пневматическую подвеску. Панель пассажира имеет вместительный бардачок, куда можно поместить достаточно много барахла, документов, различного оборудования, подстаканники и прикуриватель с двумя USB-входами для зарядки телефонов. Здесь же мы видим варные ручки. Всегда есть за что взяться на волне, есть за что охватиться. Дверцы посередине между двух лобовых стекол очень удобны для выхода в просторный носовой кокпит, где можно установить дополнительное кресло для рыбалки. Носовой кокпит имеет большие отверстия для стока, попавшей сюда воды. То есть если лодку захлестнет даже приличная волна, вода мгновенно опует, так как отверстие диаметром почти 50 мм. Верхняя часть брезентного тента легко отстегивается и превращает катер практически в открытый кабриолет. Демонтировав ее, мы получаем много открытого места, лишний большой отрезок металлической крыши, который абсолютно не мешает при рыбалке. Мы можем работать спиннингом в различных направлениях. Мы можем работать спиннингом в различных направлениях.